В памяти многих поколений студентов и преподавателей Абхазского государственного университета навсегда сохранится образ удивительного человека и профессионала, коим без сомнения была Маргарита Глебовна Ладария. Спустя недолгое время после ее ухода из жизни коллеги по родному филологическому факультету открыли в обновленном корпусе АГУ кабинет имени ученого. Быть достойными памяти Маргариты Ладария пожелал студентам ректор вуза. Когда произносишь Маргарита Глебовна, это музыка, это прекрасное настроение, это ум. Это, ну вот, вы застали, первокурсники, к сожалению, нет, но другие, застали ее не такой, какой мы ее видели в свое время. Но когда она садилась, не стояла, а вот садилась и начинала лекцию, все было так же, как лет 50 назад. После торжественного открытия кабинета все гости и участники встречи направились на научно-практическую конференцию, посвященную Ивану Тургеневу. Большую часть своей жизни Маргарита Ладария посвятила исследованию творчества именно этого писателя. Поэтому открытие этого кабинета – это этап в деятельности всего университета. Вот Маргарита Глебовна в 1948 году окончила Московский городской пединститут. Затем прошла там аспирантуру, защитила диссертацию на тему Романа Тургенева «Накануне». Уже работая в Абхазии, Маргарита Ладария защитила докторскую диссертацию на тему Иван Сергеевич Тургенев и писателей Франции XIX века. В ходе научно-практической конференции в АГУ коллеги говорили о направлениях работы специалиста и о значимости личности Тургенева для российской литературы. Тургенев – очень значимая часть русской культуры. Он переведен на 10 языков мира. Он сам был прекрасным знатоком многих европейских языков. И поэтому он внес русскую культуру в Европу. Он проповедовал эту русскую культуру. Он стремился приобщить европейцев к русской культуре и к ценностям этой культуры. С докладом о научной работе Маргариты Глебовны перед собравшимися выступила старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Мария Татапчан. Я остановлюсь на последней монографии, которая была издана в 1987 году. Иван Сергеевич Тургенев и писатели Франции XIX века. В данной работе Маргарита Глебовна рассматривает личные литературные связи Тургенева с писателями Франции. Романтиками Виктором Юго, Жорж Сант, Альфредом де Мюсе, Шарлем Бодлером и реалистами Анаре де Бальзаком, Стендалем, Флобером, Эдмондом де Гонкур, Эмилем Золя, Инфонсом Даде, Гидом Апасаном. Говорить о трудокладарии сложно, ведь специалист подходила к исследованиям фундаментально и с подборкой огромного фактологического материала, отмечают филологи сегодня. За единицу измерения литературной близости писателей Маргарита Глебовна принимает сходство типов их художественного мышления. Такой подход открывает возможность рассмотрения сопоставляемых литературных явлений в определенном единстве их многообразия. Без нарушения национально-эстетической целостности и установления координат типологических схождений Тургенева с французскими писателями. Участником научно-практической конференции был представлен фильм о жизни Ивана Тургенева, которая с момента рождения писателя стала развиваться по канонам драматического сценария. Вот он, глядит на нас с портрета молодой Иван Сергеевич Тургенев, красив фронтовар, полон жизненных сил, взгляд церкви внимательный. Но присмотримся и заметим, он только пытается выглядеть уверенно в себе, а в глазах прячет растерянность и боль. Лет прожито мало, а увидено, прочувствовано и понято много. И в какую сторону от этого портрета не развернуть его жизнь? В детстве или в старости всюду будет драма. Самая первая драма его жизни случилась еще одно его рождение. Амелия Сатурян, Рауму Камке, Абаза ТВ Амелия Сатурян, Рауму Камке, Абаза ТВ